Дорогие коллеги, прежде всего приветствую вас на нашем форуме. Теперь это ежегодное мероприятие, поэтому я надеюсь, что встречаться мы будем чаще, обмениваться информацией нужно таким образом, чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело. Ну, первый доклад должен был быть московский, должна была Петрова выступить, но, к сожалению, директор института Герцена не посчитал возможным выпустить своих коллег на наше заседание, ну, по разным причинам, не будем говорить о причинах. Но дело в том, что, я думаю, нет особой проблемы в том, чтобы ознакомиться с теми материалами онкологической ситуации по России и по разным регионам, потому что Валерий Леонид Старинский со своими коллегами, он выпускает ежегодно две книги, и вся информация в достаточной мере там представлена, и каждый может уже сегодня по 2016 году посмотреть то, что раньше называлось 35-й формой, то есть все аналитические показатели, которые включены, они уже представлены в сети. Вот, другое дело, качество этих показателей, их оценка, мне хотелось бы, конечно, говорить непосредственно нашим коллегам московским, потому что создание популяционного ракового регистра России, то, что изначально 420-й приказ предусматривал, он до сих пор, во-первых, не создан, я думаю, что он никогда не может быть создан по разным причинам. Во-первых, не все территории в состоянии адекватно работать, но и, во-вторых, качество информации, которая обобщается, она очень отличается по территории. Кроме, пожалуй, тех территорий, которые мы курируем. Я уже говорил о том, что когда мы проводили школу онкологов в 2015 году, для того, чтобы присоединиться к МАИРу, чтобы в Раке на пяти континентах был не только Санкт-Петербург, но и другие территории, мы провели в прошлом году огромную работу, и будет на будущий год, в будущем томе, будет представлено уже 8 территорий. Ну, я надеюсь, потому что окончательное решение за МАИРом, но это все-таки уже будет какая-то раскладка на географической карте, а не просто точка, которую иногда наши коллеги из МАИРа даже забывают эту точку поставить. Точка есть точка. Несколько слов хотел бы исторических сказать, учитывая, что у нас сегодня из-за отсутствия ряда докладов появилась возможность коллегам говорить без ограничений по времени. Ну, условно без ограничений, конечно, несколько минут можно добавить докладу. Я хотел бы сказать о том, что когда Николай Павлович Напалков вернулся из Женевы, он понял всю значимость той проблемы, которая связана с онкологической статистикой, как информационной базы, и пригласил меня в 1975 году в институт. Мы сразу же попали на коллегию Минздрава, где уже тогда стоял вопрос о создании автоматизированных систем. Мы с этим справились. Мы в середине 80-х годов получили документ о том, что та система, которая была разработана у нас в институте, она, так сказать, соответствует тем стандартам того периода и может быть взята для использования. Параллельно, конечно, все годы, начиная от 1953 года, наш институт, опять же, практически до середины 80-х годов, курировал проблему организации противораковой борьбы. И статистика тоже была в сфере влияния нашего института. И все методические работы, которые, все теоретические изыскания, все исследования географических элементов, они проводились сотрудниками по инициативе и сотрудниками нашего института. Поэтому не случайно, во-первых, мы уже с 83-го года представлены в Раке на пяти континентах. Это и была одна точка на протяжении 30 лет. Поэтому я надеюсь, что действительно в следующий раз это уже будет более-менее нормально представленная географическая карта. И уже с 80-го года мы проводили работы по представлению данных по всем локализациям опухолей. И целая серия книг, которые мы делали, в том числе и 48-й том приложения к третьему тому «МАИР» «Злокачественное образование в СССР и в союзных республиках», конечно, они представили уже более широкую возможность анализировать, и мы по Петербургу, Ленинграду можем анализировать с 80-го года динамические процессы. Проблема ведения этих данных, она непростая. Поэтому, когда мы в 93-м году организовали госпитальный, а в 94-м первый популяционный раковый регистр в России, уже на компьютерах, уже к этому времени, так сказать, техника совершенно изменила свой характер, и можно было все наши наработки перевести уже в режим тот, к которому мы сегодня привыкли. Он у нас естественный, у каждого на столе компьютер. Вот эти системы мы развивали длительный период. И в тот же период наши коллеги из Института Герцена многократно приезжали к нам, знакомились с тем, как создать. Но то решение, которое ими было принято, совместно, видимо, с Минздравом, все-таки система, созданная у них, она не соответствует международным стандартам. Задача была простая – создать систему формирования государственной отчетности. Вот все сложности формирования – это огромная работа. И действительно, практически вся страна сейчас покрыта системами раковых регистров. Но работают они как бы в полсилы. Это только представление государственной отчетности. Каждый может у себя, безусловно, более углубленно все это разрабатывать. За рубежом принято, что каждый популяционный раковый регистр раз в год или в два года формирует какие-то издательские документы о своей деятельности. И можно сравнивать. У нас этого, к сожалению, кроме того, что делал регист Санкт-Петербурга, я не видел. Есть обобщение данных. И обобщение данных по отчету, и формирование данных по базе данных – это все-таки разницы достаточно большие. То, о чем я буду сейчас говорить, это итоги работы Северо-Западного федерального округа наших 10 административных территорий, они представляют, но прежде чего хочу сказать то, что все территории Северо-Запада имеют доступ к базе данных умерших, что очень важно. Второе. Независимо от того, особенно во второй части выступления, я, конечно, буду очень много говорить критических моментов, но это должно быть на фоне того, что мы, вернее, выживаемость, которая вот по нашим теперь уже даже не одной территории, а ряды территорий Северо-Запада, плюс еще четыре территории, которым мы помогали включиться в рак на пяти континентах, они имеют выживаемость очень близкую к среднеевропейской. А динамика процесса положительна практически везде. Поэтому те замечания, о которых я буду говорить и о которых каждый знает у себя, они должны просто быть планом к улучшению ситуации. Это не обличение, что вот это плохо и прочее. Но есть такие вещи, которые уже дальше замалчивать сложно, потому что все-таки в стране остаются еще 20 территорий, которые не имеют доступа к базе данных умерших. Вы понимаете, накопление контингента, накопление мыльного пузыря. И я думаю, что я даже сделаю статью с реальными данными, как оно на самом деле, потому что очень сложно слушать вещи, не соответствующие действительности. Хотя в целом, я еще раз повторяю, развитие системы вполне достойное. Население Северо-Запада почти составляет 14 миллионов. Понятно, что на этом фоне ведущая численность населения за Санкт-Петербургом. Здесь мужчины, женщины и представлены все территории. Это абсолютное число первичных случаев заболевания за 2016 год. Всего по всем 10 территориям регистрируется ежегодно более 60 тысяч первичных случаев злокачественных новообразований. Структура злокачественных новообразований в целом по федеральному округу, она близка к тому, что представлено по России. Есть некоторые исключения. По Санкт-Петербургу первое место занимает не рак легкого, а рак предстательной железы. Динамика этого процесса на протяжении последних 30 лет очень существенная, и это в наших публикациях можно детально рассмотреть с процентами и с картинками разными. Здесь представлена динамика заболеваемости в стандартизованных показателях. Первые линии, конечно, это рак легкого, идет динамика вверх, и рак предстательной железы у женщин, идет нарастание рака молочной железы, так как во всем периодам, даже в стандартизованных показателях. Остальные локализации имеют значительно меньший удельный вес, и их характеристика здесь представлена отдельно. Здесь показаны уровни заболеваемости по различным административным территориям северо-запада. Конечно, есть некоторые различия, и эти различия часто связаны с численностью населения. Чем меньше численность населения, тем более неустойчивый характер кривой. Особенно это заметно в детской онкологии. Здесь и в книжечке нашей новой, которая, может быть, сегодня, завтра, послезавтра, она появится, а я всем готов электронный вариант передать по заявкам, как это будет в конце, я дам электронную почту. Вот такая серия географических карт в целом по всем территориям. И теперь динамика заболеваемости в целом по северо-западу. Мы видим, что рост грубых показателей верхней леды, это мужчины и женщины, внизу стандартизованные, что имеется резкое отличие, безусловно, так как у вас, и вы все это прекрасно знаете, грубых и стандартизованных показателей. Это по ряду локализаций географические карты, которые, конечно, мы не можем детально разбирать сейчас, но они существуют, нужно посмотреть. То, что касается смертности, то динамика смертности на протяжении последних 30 лет по стране уменьшается, как среди мужчин, так и среди женщин. Поэтому здесь возникает вопрос индикаторов, которые выставляет Минздрав для территории в грубых показателях, что недопустимо, потому что в грубых показателях, учитывая разную численность лиц пожилых возрастов на разных территориях, невозможно все это привести в единообразие. А так, по всем территориям у нас идет положительная динамика в стандартизованных показателях. И на последнем заседании Ассоциации онкологов Северо-Запада мы как раз предложили, что среди главных критериев, по которым должна оцениваться работа территории, это обязательно только стандартизованные показатели заболеваемости, это индекс достоверности учета, то есть отношения умерших-заболевших. Умерших не должно быть больше, чем заболевших. Вы это увидите в дальнейшем, что целый ряд территорий имеют по разным локализациям, не только локализациям с высокой летальностью, больше умерших, чем и этим. Этим определяется приличный недоучет первичных случаев рака. И третье, конечно, всем надо выходить уже на расчет стандартизованных показателей, на расчет показателей выживаемости, наблюдаемой и, самое главное, относительной. То, что касается уровня морфологической верификации, хотелось бы заметить, что уровень достаточно высок, и даже в тех случаях, когда мы имеем показатель ниже 90%, на самом деле он выше, потому что существует сложность своевременного получения раковыми регистрами выписок из стационаров с указанием морфологии. А уж то, что касается государственной отчетности, там требуется немедленно-немедленно подать 31 числа за год, независимо от того, поступили все документы или не поступили. Этим отличается мировая система сбора информации от нашей. Мы что набрали на 31 число, а реально мы закрываем, как правило, где-то даже 1 декабря, а то и раньше, чтобы подвести итоги, потому что это тяжелая, большая работа, и невозможно сделать это быстрее. Здесь представлена не очень радостная характеристика. Это две полосы – запущенность и одногодичная летальность. Ну, понятно, что запущенность и удельный вес четвертой стадии всегда несколько ниже, чем одногодичная летальность. Но те, кто рассчитывает выживаемость онкологических больных, они имеют ту ситуацию, которая здесь изображена на трех столбиках. У мужчин фактически, мужчин умирает в два раза больше на первом году, чем по данным одногодичной летальности. У женщин немножко меньше. Но об этом разговор будет в следующей секции. Чтобы не говорили, что это только по Петербургу, мы сделали по ряду территорий, у нас таких сейчас 8 территорий с первичными базами, которыми мы располагаем. И везде, конечно, умершие на первом году существенно выше, чем одногодичная летальность. И формально запущенность, это первый красный, синий, столбик зеленый, это что, что реально погибает на первом году. По данным восьми регистров, здесь представлено только шесть, но они ничем не отличаются. В северо-западном регионе в общей сложности насчитывается более 5000 коек, на которых осуществляется лечение больных. Должен сказать вам, что, конечно, и вам это хорошо известно, что сегодня онкологические диспансеры территориальные, они превратились из маленьких амбулаторных учреждений, как это было в начале формирования системы онкологической помощи, в мощнейшие центры с полным комплексом всего того, что положено нашим онкологическим больным, от диагностики до лечения и реабилитации. База данных раковых регистров северо-западного региона на сегодняшний день превысила 1 миллион наблюдений, поэтому, конечно, есть огромная возможность проведения не только аналитических, организационных, но и эпидемиологических исследований в самых различных направлениях. Есть еще один аспект. В Москве формируется база данных раковых регистров России. Вот красные – это территории, которые представили в 2016 году в Москву данные, а по северо-западному региону три территории – Ленинградская, Новгородская и Коми, хоть и располагают данными, но она не соответствует по их собственному представлению тому уровню, чтобы передавать их в единую базу. Это перечень территорий, которым мы помогли, так сказать, представить себя в 11-м томе Рака на пяти континентах. Это территории северо-запада и четыре территории здесь, других административных территорий, которые работают по нашим программам, по программам, разработанным в лаборатории онкологической статистики и ООО «Модуль». Хотя она «Модуль» раньше называлась, мы начинали с этого, поэтому не случайно я оговорился. Расчет выживаемости осуществляется вот на этих территориях, и на наших, и на тех территориях, которые работают по нашим программам. Не буду задерживаться. Теперь вот самый главный момент для всех. Значит, так как все формируют базы, и если вы базу формируете, она достойна по вашему собственному представлению для разработки показателей выживаемости, а это очень просто сделать, сравнить выживаемость, наблюдаемую, допустим, по своей территории, со среднеевропейскими данными, или по Петербургу, которые близки к этому. Вот мы публиковали достаточно широко, поэтому эти данные есть везде. Вот мы сейчас разработали для территории сложность, ведь весь мир оценивает выживаемость, не понаблюдаемая по относительной выживаемости, с учетом смертности от всех повозрастных показателей, смертности всех причин смертности на данной территории. Потому что скорректированная выживаемость, она сложна на популяционном уровне, и мы с большим трудом можем достичь того, что та или иная территория вытащила всех умерших от других причин. Поэтому пользуется относительной выживаемостью. Так вот, мы разработали переводные коэффициенты, и они опубликованы вот в том издании, которое вот-вот сейчас выйдет у нас. Там есть вот эти коэффициенты для разных возрастных групп. Я думаю, что нам нужно будет делать и для разных стадий. Мы сделаем, наверное, отдельную статью. Фактически это методическая разработка, чтобы все имели возможность перевести свои наблюдаемые показатели в относительные. Вот. Это очень несложно, достаточно простая формула для перевода. Здесь представлен просто образец основных элементов. Вот это, как выглядит третье издание, которое называется «Злокачественное образование в Северо-Западном федеральном округе». Это можете записать себе сайт института, на котором выставлены сейчас все наши книги, в том числе онкологическая статистика в двух томах, выживаемость онкологических больных в двух томах, хотя уже давно положено было бы продлить ее, но силы наши, так сказать, ограничены в этом плане. И также можно выйти на наш сайт. Все, кто пришлет нам запрос, мы готовы вам в электронном виде выслать эту книгу. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Вахтан Михайлович. Вопросы, пожалуйста. Вахтан Михайлович, спасибо за очень интересный документ. Я вообще сначала хочу сказать о том, что, собственно, все, что мы знаем по статистике «Злокачественных обухов» в России и в Советском Союзе, это все, так сказать, начиналось с ваших трудов, с ваших усилий. И действительно, в течение многих лет Ленинград и Санкт-Петербург был единственным регистром, как вы говорите, точкой, представленной на карте регистров, которые публикуются в Международном агентстве по изучению рака. У меня вопрос, или я чего-то не понял. Вы показали, что заболеваемость раком легкого растет. В России заболеваемость раком легкого по всей России снижается. И заболеваемость, и смертность. Или я чего-то не понял, или... Нет, он в структуре на первом месте, это структура, это не рост. А, не рост. Значит, я не понял. Но я хочу сказать, что заболеваемость и смертность от рака... И по желудку, и по легким снижается. Ну да, желудок это понятно, но желудок это сам по себе, а легкое все-таки это наше достижение, я так думаю. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, еще вопросы? Спасибо. Если нет, спасибо большое.